Информационная пропагандистская группа на чале со старшинёй облывыконками Иваном Крупко сострелась с коллективом Добрусского фарфорового завода. Основная тема диалога – ключовые аспекты послания президента белорусскому народу и национальному сходу. Захование суверенитету и незалежности – у послания президента эта тема самая главная. Досягнение запланованного будет проводиться одночасово по некоторых накерунках. Значная роль отводится экономичному блоку. В минулом году предприемствам Гомельщины пришлось адаптоваться до работы в новых умовах. Обвойниках можно мерковать по таких личбах. В область забеспечивая больше как 11% экспортных поставок Беларуси, с внешне-гандлёвыми партнёрами региона заявляется больше как 100 краин. В первом квартале этого года объёмы вытворчасти повеличились на 4%. Со значными проблемами летость сутыкнулись и працевники Добрусского фарфорового завода. После уведения санкций некоторые краины отмовились от выполнения уже заключенных контрактов на поставку обсталявания. Был страшный рынок сыровины. Разом с тем, навыд у такой ситуации заводчане знайшли выйти и завершили миновый год с прибытком. В планах этого года полная ликвидация наступства уведенных санкций. Мы восстановим объёмы 2021 года. Мы сейчас идём с темпом 104%, с положительной прибылью, по всем показателям, с положительной динамикой. Ринки Европы уменьшились, но остались. Понятно, потеряли рынок Украины, рынок Казахстана сжался. Но сейчас более активно работаем с Российской Федерацией, расширяем. Сустреча информационно-пропагандистской группы, а был выконками с коллективом фарфорового завода, завершается отказами на питание працевников. Добрушан цикавит планы по открытии дошкольных установ и дорожным будовництве. И махчима головная для заводчан, те подобается губернатору продукция завода. Отказ Ивана Крупко, Становчий. Продолжение следует...